Здравствуйте, это канал новости Казахстана. Масимов слил тайны Назарбаева. Очередную сенсацию принесло изучение дипеш американских дипломатов из архива WikiLeaks, получив благодаря Джулиану Асанжу доступ к переписке между американским посольством в Казахстане и Газдепом. Очередную сенсацию принесло изучение дипеш американских дипломатов из архива WikiLeaks, получив благодаря Джулиану Асанжу доступ к переписке между американским посольством в Казахстане и Газдепом, мы обнаружили файл, который проливает свет на имущественное положение Нурсултана Назарбаева. Причем, что важно, источником информации выступают не политические оппоненты Елбасы, а его ближайший соратник и подчиненный, премьер-министр Р.К. Карим Асимов. Документ на тему Казахстан. Правительство принимает меры против Рахата Алиева в связи со статьей The Wall Street Journal датирован 31 июля 2008 года и имеет классификацию конфиденциально. Мы не будем пересказывать содержание всего файла, желающие могут прочитать его на российском портале Республика, а сконцентрируемся на разделе третьем данного документа. Это не просто сенсация, это сверхбомба, которая, надеемся, не останется незамеченной казахстанскими избирателями. Раздел называется Масимов, денежный интерес был полностью раскрыт. И вот что в нем говорится, 3. Сразу же после публикации статьи 22 июля премьер-министр Масимов обратился к послу, чтобы поговорить наедине как раз перед встречей с доверенным лицом по евразийским энергетическим ценным бумагам. Масимов отметил, в статье говорится, что Назарбаев является совладельцем находящейся в Сингапуре компании вместе с казахстанским банкиром по имени Айгуль Муриева, которая, судя по статье, помогает ему вести семейные финансы. Масимов объяснил послу, что владение президентом частью компании ни для кого не секрет, поскольку у фонда упомянутые в финансовых формах раскрытия после чтения этого документа у нас волосы встали дыбом. Во-первых, потому что владение Нурсултаном Назарбаевым частью компании в Сингапуре – это секрет для всех казахстанцев. И даже если казахстанский президент раскрыл эту информацию для сингапурских финансовых регуляторов, это не означает, что она, данной информации, доступна его согражданам. Более того, она от них скрывается. Во-вторых, спрашивается, почему премьер-министр РК счел возможным раскрыть часть информации об имущественном положении лидера нации американскому послу, а не казахстанским избирателям, ведь последние имеют право знать, чем владеет глава государства. В-третьих, если казахстанский банкир Агуль Муриева помогает Назарбаеву вести его семейные финансы, то это означает, что арабский фонд, который сегодня владеет блокирующим пакетом акций Каскомерцбунка и замечен еще в ряде крупных инвестиционных проектов на территории нашей страны, принадлежит казахстанскому президенту. Не знаем, как отнесутся к данному факту другие казахстанцы, но мы считаем, что после этой публикации Нурсултан Азарбаев просто обязан, 1. продекларировать свое имущество и доходы за все годы президентства, 2. объяснить, откуда у него появилось немаленькое состояние, он ведь никогда не занимался бизнесом и даже на день не покидал государственную службу. 3. сообщить, участвовал ли он в легализации денежных средств и сколько легализовал. Кстати, цинизм, с которым американцы признают коррумпированность того же Назарбаева и его окружения, чтобы затем оправдать его, потрясает. Вот, например, что написал в своем комментарии к документу Казахстан, правительство принимает меры против Рахата Алиева в связи со статьей, где Wall Street Journal посол Ордви цитируем, «Несмотря на то, что первая семья страны накопила огромные активы, Назарбаев сделал все, чтобы богатство Казахстана было также разделено с другими элитными кланами и фракциями. При этом за последние 10 лет в стране сократилась бедность, примерно с 50% населения до 9%. Есть даже возможность, хоть и маловероятная, что богачи смогут заигрывать с оппозиционным лагерем, как в случае с главой банка Тураналем Ухтаром Аблизовым и владельцем Каскомерцбанка Нуржаном Субханбердиным. В общем, из депеш, ставших публичными благодаря Викиликс, становится понятно, почему США так жаждут заполучить Джулиана Асанжа. Мало того, что информации, в них содержащиеся, компрометируют множество зарубежных чиновников, политиков и общественных деятелей, которые были слишком откровенны и прямолинейны в разговорах с американскими дипломатами. Так она еще и компрометирует сами США, потому что становится понятно, что права и свободы граждан других государств, да и, похоже, самих американцев, для официального Вашингтона всего лишь формулы речи вспоминают о них только тогда, когда нужен повод вмешаться в дела другой страны, политические оппоненты Назарбаева регулярно обвиняют его в том, что он является тайным бенефициром всех крупных частных отечественных компаний, а теперь начал продавать свои активы, переводя их в денежную форму или обменивая на ценные бумаги международных корпораций. Однако Карда и личный лидер на цены все подозрения и обвинения отвечали и отвечают молчанием. И вдруг такое разоблачение, можно сказать, из первых рук. А что думаете вы, по этому поводу, напишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.